Хабаровские полицейские продолжают наступление на сеть игровых залов бренда «Победа», который с некоторых пор обосновался в Хабаровске. В отличие от подпольных игровых клубов, эти представляют собой полную противоположность. Позиционируя дело как легальный бизнес, коммерсанты играют в открытую, зазывающей рекламой, фейс-контролем и видимым строгим следованием требованиям закона. Свой бизнес организаторы называют «моментальной лотереей». Для Хабаровска это не новинка. Однако столь агрессивное вхождение на местный рынок западных бизнесменов «Похоже, лишь способ сохранить активы». Все эти клубы ранее существовали в городе Москве, в Питере. Там их позакрывали. Законодательство у нас изменилось с 1 июля 2014 года. Всеми этими делами, моментальными лотереями занимаются только государственные органы. Здесь у нас занимается общество с ограниченной ответственностью. Все эти общества находятся в Москве. Добрались до Хабаровска и буквально за месяц-два в городе Хабаровске у нас таких залов порядка открылось штук 8. По всей видимости, организаторы рассчитывали, что на другом конце страны смогут убедить контролирующие органы в том, что намерения их патриотичны, благотворительны и законны. Операция по внедрению игровых автоматов началась с переписки. В местную прокуратуру и МВД упредительно пришли красивые бумаги. Юридическое лицо вот этой вот компании присылали письма, что именно данная компания, распространитель лотереи «Победы» занимается всем этим делом легально, чтобы ввести в заблуждение, чтобы эта деятельность процветала и никто здесь не трогал. Солидности залам придавала вывеска к государственной лотереи, да и само название сети довольно спекулятивно. В итоге потребитель верил, что действительно играет с государством, но в роскошных терминалах были установлены частные программы. Сотрудники заведения данного поясняют, что деятельность их законная, что они занимаются распространением электронных лотерей, хотя мы видим, что те игры, которые здесь закачаны, никакое отношение к электронной лотереи не имеют. Даже интерфейс терминалов весьма походит на обычный игровой автомат с кнопками ставок, возможностью игры по линиям и столбцам. Платежное средство – пластиковая карта, которую посетители выдают в кассе. На нее клиент самостоятельно зачислял нужную сумму денег. Если вдруг посетитель выигрывал, деньги он получал по этой же карте в кассе. Она продолжала работать и во время зачистки зала. Из зала были изъяты 29 игровых автоматов. Это уже четвертая точка, закрытая полицейскими за последнюю неделю. С места происшествий Елена Чагина, Мария Склярова и Виталий Векслер.